Всем привет! Это обзор первого дня онлайн-фестиваля Geek Picnic, прошедшего с 6 по 8 августа 2020 года. Geek Picnic – это крупнейший научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. В этом году фестиваль впервые проходил в онлайн-формате. За 3 дня Geek Picnic можно было побывать на экскурсиях в пещере Blackout, поучаствовать в 10 воркшопах, познакомиться со 122 спикерами, представителями различных организаций, послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах на 8 сценах и квизах. Можно было пообщаться с создателями новых игр различных вселенных, пройти квесты в Geek Pavilion, посетить онлайн-музей космонавтики и побывать на научно-антарктической базе и многое другое. Для тех, кто пропустил Geek Picnic онлайн, хочу поделиться лекциями и онлайн-экскурсиями. Хочу отметить, что многие веб-трансляции, показы и демонстрации проходили в низком разрешении. При наличии 4К-монитора у посетителей онлайн-площадки могло сложиться плохое впечатление о технической подготовке проекта. При подключении к некоторым трансляциям предоставляемые видеоматериалы были настолько плохими по качеству, что на некоторых картинках невозможно было прочитать даже, что там написано. На многих трансляциях и лекциях вот такое и меньшее количество посетителей. Ну это самая известная женщина всего мира, даже я бы сказал две женщины в одной картине. А, из космической Одиссеи, все догадались. Из космической Одиссеи, да, друзья мои. Кто повзрослее может посмотреть фильм Кубрика «Космическая Одиссея». Ты сегодня выдаешь нам удивительные факты. Ну что, мы, по-моему, добрались до... Так, так, так. Закрываем. Поворачиваемся. Да. А мы с вами добрались до нашего третьего этажа. Весь этаж, который лежит нам. Здесь находится и студия компьютерной анимации «СКАП», «СКАП-Терпун». И лицензионный департамент, и издательство «Умная Маша», и «Шарарам» находятся тоже за этой дверью. А за мной находится Крош, это подарок нам на 15-летие. Его расписывали, например, такие известные люди, как вот здесь. Посмотрите, Анна Коробьева. Она ведет офигенные эфиры в ВК и в Инстаграме. Вот. Привет. Привет, Анна. Еще Алек Рой, который вместе с нами, например, делает «Дракошу-тошу». Вы знаете, как он? Вот, очень хорошо. Ну что, а вам всем добро пожаловать в наш офис. Здесь ресепшн. Обычно сидят очень приятные девушки, которые всех встречают, поют кофе. Ну, кофейная машина сломалась. Девушек выходили домой, они работают из дома удаленным. Принесли к нам телеграмму. Посмотрите, вот только что, буквально 10 минут назад, принесли телеграмму. Даже еще не сказал, что она очень большая. Я вообще удивился, что есть телеграммы еще в сфере. Ничего себе. Вот, представляете, вот была, кстати, такая серия, одна из первых телеграмм. Вот. Ну, что? Идем дальше? Идем дальше. Недавно сделали классную потребку «Индец». А за этой стеклянной дверью. У нас переговорка. То есть, если приходят какие-нибудь бизнесмены, владельцы компании типа «Роснет», «Яндекс», то мы их заходим сюда, выносим печенье, варим кофе, варим кофе и показываем наши интересные экспонаты. Вот, например, здесь оригинальные игрушки, которые использовала «Союз Мэнфи» во время съемок «33 попугаев». Таких наборов несколько, и это один из них, и поэтому он за стеклом. Надеюсь, никто из них не упал? Нет, нет, все хорошо. Ну, давай отсюда убегайся. А пока, кстати, мы уже не показали. Смотрите, у нас есть... Та-дам! Новые труба! Малышарики, смешарики, смешарики музыка, Ricky Music. То есть, там не только смешарики, там многие-многие наши бренды. Там тоже... Та-дам! Та-дам! Из двух оконных штекол сделаны фотобиурядки. Это естественное свойство растений. Именно поэтому они в свое время завоевали сушу. И вообще в целом лист, конечно, гораздо более сложная штука, чем такие простые маленькие клеточки. Именно поэтому первоначальная идея использования диатомовых подрослей, которая сразу всем пришла в голову, именно поэтому любой продукт, который мы получим при помощи культивирования в лабораторных условиях диатомовых подрослей, будет стоить очень большинство. Именно поэтому продукт, если мы думаем о коммерции, должен быть каким-то очень эксклюзивным и крупным. Вообще-то говоря, у гендерских диатомов есть что предложить. Потому что... Да, углекислого газа, который намерзает зимой в соответствующем культиве, она очень толстая. Ее толщина до полутора метров. Такого снега, шубы такой, снежной из углекислого газа. И эта шуба маскирует транспорт нейтрона и приводит вот к таким эффектам, которые видят наши нейтронные. Следующий прибор, про который я попытаюсь рассказать в оставшееся время, это прибор уже на спускаемом аппарате. Это прибор, который называется D&D Dynamic Albed Albedo Neutrons, который размещен на баку Робера Квириоса, или марсианской научной лаборатории, тоже проект НАСА. Который с 2012 года успешно работает на поверхности Марса, в кратере Гейт. Значит, готовить этот прибор мы начали фактически после того, как появились первые данные от детектора ХЭП. Когда мы поняли, что огромная... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрите, тут нет условия, что получает команду в виде двузначного числа, верно? Так, в котором десятков на три больше, чем единицы. Почит троекратно через месяц и пять месяцев делается Вы продолжаете работать и, возможно, вы работаете с документами. Вот компания Абби делает уже 30 лет разного рода решения в области документа оборота. Я до того, как я, собственно, в Абби пришел, не до конца понимал, насколько вообще плотно документ оборот сейчас завязан на машинное обучение. Смотрите, грубо говоря, весь, ну, как бы, не знаю, вся деловая активность – это коммуникация. Только фирмы, они коммуницируют между собой при помощи документов. Вы заключаете с вашим контрагентом контракт, дальше вы в соответствии с контрактом, у контракта есть номер, выполняете какие-то работы или предоставляете ему какие-то товары. Он принимает у вас эти товары, подписывает, не знаю, накладную о том, что их получил, подписывает какие-то документы, отправляет их вам обратно. Докладчика, докладчицы, вот, смотреть, как город можно воспринимать. С помощью активистских логиков. Создавалась инфраструктура, стройки. Сейчас мы понимаем, что вот это все было, ну, нет, конечно, не напрасно, безусловно, но последствия никто не мог просчитать, какие, какие вот сейчас происходят в связи с изменением в кеме там. Но мы должны с вами понимать, что климат менялся в истории нашей планеты. Меняется, меняется будет. И это тоже надо учитывать. Если посмотреть на всю историю человечества, это история взаимодействия, воздействия на окружающую сторону. Ну, конечно же, я бы играл. Ой. А, про игроки. Блин, ну, мы уже момент не было, ну, что ж. Вся, он, чем мог бы. Из других частей. Так что здесь все окей. Вся 10 минут, а потом понял, что все вылетело. Это было прям грустно. В общем, давай мы, наверное, ждем пока возможность договорить презентацию Антона. Определить, что это чаще всего по характерной точке над ней. Она появляется из-за того, что бутылку выдувают из пресс-формы. Поэтому такая точка остается. Но ПЭТ используют не только при производстве бутылки, не только при производстве бутылочной тары, но и другое. Часто можно увидеть так называемые коррексы. Упаковка, ну, не знаю, контейнер, квадратный, бимоугольный. И если вдруг вы пробовали сортировать пресс, давать его на переработку, то он и в итоге сталкивается с тем, что переработчик принимает переработку только бутилированные пресс, только бутылки. Это связано с тем, что коррексы и бутылки производят по-разному. У них разные свойства. Используются разные добавки, классификаторы. У них разная толщина. И поэтому перерабатывать их нужно на разном оборудовании. Здесь, кстати, по QR-коду вы можете перейти и почитать небольшую статью как раз от пункта, который называется Seven Other, группа ВКонтакте. Это компания, которая как раз является оператором пункта Носифийской. Они там довольно подробно рассказывают о том, почему коррексы перерабатывать сложно. Все, что перерабатывать сложно, можно считать неперерабатанным. Потому что, как правило, если для вида сырья нет спроса, нет мощностей для переработки, то в общине с экспериментами связываться мало кто захочет. Потому что сложно быть переработать, сложно быть найти покупателя на это торсырье. Вот, поэтому вспоминаем при раке способов обращения с отходами. И не забываем, что мы стараемся отходы сокращать. Вот, еще, кстати, интересно, что из PET часто делают полиэстер ткани. Это связано уже с более сложными видами переработки. Я, наверное, сейчас не буду подробно остановиться на том, как вообще, в принципе, перерабатывают PET. Но, в общем, часто можно встретить и вторичный полиэстер. Полиэстер низкого давления, это, как правило, бутылки из-под водовой химии, бутылки из-под шампуней. Контейнеры часто из них делают, бутылки пищевых или пищевых продуктов и пакеты. Иногда двойка, четверка, это часто у нас пакеты. Продолжение следует...